Добрый день, я Ширеев Валерий Геннадьевич, заместитель директора Мовой газеты. На последних выборах вся моя семья в количестве трех человек на Потаповском переулке проголосовала за партию Яблока. Нам было удивительно узнать после публикации официальных результатов выборов, что в нашем УИК-12 Басманного района за партию Яблока проголосовал, оказывается, только один человек. Так вот, я воспользовался специальной веб-формой для подачи жалоб и заявлений в Центральную избирательную комиссию на сайте Центра избиркома. И описал этот случай, безобразный. После чего я вот сегодня, уже 17 января, получил официальный ответ, ответ из Центральной избирательной комиссии. Вот, видите, одних штампов здесь. Более чем достаточно. Что такое каземное? Ответ. Исходящий 0.2, дефис 0.3, дробь 6 от 10.01. Уважаемый Валерий Геннадьевич, в ответ на ваше обращение, поступившее из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, сообщаем следующее. Информации о нарушениях при подведении итогов голосования на избирательном участке номер 12 Московская городская комиссия не располагает. Привлечение конкретных лиц к ответственности может иметь место только в случае установления их вины в конкретном нарушении законодательства о выборах. Одновременно информируем вас, что в соответствии с частью 2 статьи 92 Федерального закона о выборах депутатов Государственной думы, после установления итогов голосования, определения результатов выборов депутатов Государственной думы в вышестоятельной избирательной комиссии, решение не жестоящей избирательной комиссии об итогах голосования может быть отменено только судом, либо судом может быть принято решение о внесении изменений в протокол избирательной комиссии или сводную таблицу. Вот, господин Чуров, после получения такой отписки, название партии «Единая Россия», как партия «Жуликов и воров», у меня естественным образом в мозгу трансформируется в образ всей нашей страны в первую очередь, в вашей избирательной системе, которую вы возглавляете, на мой взгляд, воровскую систему, просто воровскую. Естественно, вы не знаете ничего об этом случае. Это я вас информирую об этом случае. И никакого решения суда не надо, потому что наши бюллетени хранятся в этом участке, в общем, в общей пачке. И чтобы проверить это, никаких особых проблем у вас не будет. Вы можете совершенно спокойно это сделать без всякого решения суда. И установить, что наши три голоса за партию «Яблока» лежат в нашем пакете, хранятся как положено. Что означает «Я должен теперь доказывать, что я, оказывается, не верблюд, и ходить везде, все суды с низу дорогу проходить». А что означают наши суды? Вы знаете, хотя вы располагаете всем арсеналом средств для того, чтобы мое заявление проверить, в кратчайшие сроки нет никаких проблем. И произвести разбирательство по этому делу. А те десятки тысяч случаев, о которых люди пишут в интернетах, они что, тоже закончатся вот такой вот фигнёй? Воровским ответом воров честному человеку. Вот этим вот окончатся. Все люди такое получат. Знаете, господин Чуров, давно пора уже просто взять и уйти в отставку. Но, по крайней мере, следующие выборы, президентские выборы, которые, если они произойдут под вашим руководством, ни у кого доверие в стране не вызовут. И все будут называть их воровскими выборами. Так же, как назвали эти прошедшие выборы. Эти заявления я делаю, в общем, как просто гражданин, возмущённый таким отношением к себе и к своему. Мой сын голосовал в этот раз. Первый раз в жизни. Можете себе представить, с чем он столкнулся с таким воровством в первые свои выборы в своей жизни? Как они ему запомнили? Советская власть давала на первый выбор человеку подарок в виде ручки, или какой-нибудь линейки, или какого-нибудь ценного подарочка. Вот тем старалась в голову человеку, в молодому, в 18 лет, вбить, что это важное мероприятие. Хотя не предлагала никакого выбора. Здесь вроде бы выбора нет, подарков не дают, но я думаю, что мой сын запомнит эти выборы на всю жизнь. Из-за того, что они были связаны именно с воровством. Всё.